Ну, наконец, очень важный вопрос, который, вот, Герман Розкович, мне кажется, вот когда на завтраке была поставлена тема соотношения, развития, прорыва и стабильности, не будет никакой стабильности без прорыва. Не будет. Вот, поскольку у нас все время идет на русском, на английском языке, я на самом деле хотел бы вспомнить такой английский термин на английском языке, не английский, disruptive change. В основном это то, что термин, который применяется к экономике, те изменения, которые являются прорывными, которые меняют на самом деле очень многое и меняют на самом деле социальное самочувствие граждан. Условно, кодек, гениальная, огромная фирма, но после того, как появились цифровые аппараты, не стало кодека. Куда делись работники, которые там работали? Это социальные проблемы, это огромные общественные проблемы. То есть, вот эти изменения в экономике, disruptive innovation, то, что мы назовем, это то, что порождает социальные серьезнейшие проблемы. И вот здесь очевидно, что innovation, то есть инновациями должен заниматься бизнес, а государство должно заниматься тем, чтобы микшировать вот эти социальные риски, которые возникают в результате экономических инноваций. Вместо этого национальные проекты по существу пытаются залить деньгами, компенсировать государственным участием отсутствие инвестиционного климата. Это, конечно, даст результаты. И даст результаты для людей очень хорошие. Да простите, завтра появится в деревне фельдшерский акушерский пункт, и бабушка, которая была лишена медицинской помощи, придет. Да это здорово для человека. В деревню, в которой приведут газ, или, может быть, построят дорогу, вместе тысяч дорожных карт, которые мы принимаем. Да слава богу, это для людей. Национальные проекты для людей, они нужны, их надо делать, их надо реализовывать. Но только проблема в том, что это временные решения. Это временные решения. Если мы говорим о стратегическом пути, мы не можем, государство не в состоянии обеспечить вот этот необходимый экономический рост, национальные проекты просто не о том. Ничто не заменит ни инвестиционный климат, ни те институты, которых у нас нет, независимость суда и уважение к собственности. Вот это и есть ключи к тому, чтобы объединить те две проблемы, которые вы поставили во главу названия этого завтрака. Игорь Михайлович, спасибо большое, коллеги. Единственное, что хотел бы сказать. На самом деле, это очень здорово, что есть завтрак раз в году, и догадочно об этом поговорить. Андрей Михайлович, спасибо большое, вы видите, что вы сорвали аплодисменты, в первую очередь бизнесу, наверное.